Привет всем, кто гордится своей страной и своим президентом! Певец Олег Газманов большой фанат путинизма и агрессивной войны. Выдает одну пропагандистскую песню за другой. И даже запустил собственный песенный проект «Родники». Эти песни должны вдохновлять, они должны быть позитивные, духоподъемные, эмоционально заряженные. Правда, на новогодние праздники принялся зашибать бабло не среди родных березок, а в шенебельных небоскребах Дубая выступал на мажорных корпоративах. И там же случайно показал свое истинное лицо. Дайте отдохнуть? Неужели весь показной патриотизм для него всего лишь работа за деньги? Похоже, да. И за очень большие деньги. Да еще и из карманов простых россиян. Обогатить придворного трубадура взялся Путин. Точнее, его президентский фонд культурных инициатив. Раздает бюджетные деньги якобы на культуру, в реальности же на махровую пропаганду. И на родники выдали из казны почти 17 миллионов рублей, еще чуть больше двух из частных источников. Итого 19 миллионов. А вы думали, он за просто так распинается расхваливать режим? Родники Казманов сделал на пару с другими проплаченными фиглярами псевдопатриотической сцены. Певцом-шаманом и депутатом Госдумы Майдановым. В обосновании проекта прямо признались, работа на песенном фронте путинистами полностью провалена. По оценке критиков, за последние 20 лет не было написано ни одной популярной песни о России. Почему патриотические песни современных авторов больше раздражают, чем воодушевляют? Ответ прост. Большинство таких композиций были написаны для галочки. А значит, в них нет души, лирики, которая заставляет в унисон звучать сердца. И вот что же надо сделать, по мнению Казманова, чтобы песни писали не для галочки, а с душой. Оказывается, выделить 19 миллионов, из них всего три пообещать начинающим артистам как призовой фонд за лучшие композиции, заставить их соревноваться, сделать простенький и недорогой сайт с базой аматорских песен и через пару месяцев провести всего лишь один концерт. У нас нет ни одной медиаплощадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны. Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу. Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать из этих песен. Впрочем, даже с обещанными трема миллионами победителей могут кинуть, причем вполне официально. Вот в положении о конкурсе пишут. Итоговая наградная сумма и ее распределение между победителями определяется организатором конкурса. При этом итоговая наградная сумма может быть определена как целевая поддержка, целевой грант полностью или в части, которая может быть направлена на конкретные цели развития творческого таланта победителей. Как-то, например, индивидуальное обучение, приобретение необходимого для реализации творческих проектов, оборудования или инструментов, организации, популяризации творчества победителя и так далее. И сразу же перестраховываются. Если Газманов и компания решат, что вместо денег надо бы просто, скажем, провести недорогое обучение артиста, протестовать тот не сможет. Первый и главный критерий отбора композиций – эта песня нужна стране. То есть даже не скрывают, делают махровую пропаганду. В каталоге собранных песен – однотипные аматорские творения с названиями в лучших традициях совковой эстрады. И что же пока получается на выходе? Наш проект «Родники» стремительно развивается. И я, как и обещал, уже начинаю выбирать, ну, как бы, героев недели победителей. И на мой взгляд, на мой личный взгляд, победила песня пацаны Гамит Таркинский. Вот прямо чувствуется высокий художественный уровень. Вот такие-то шедевры и правда смогут поднять псевдопатриотическую эстраду со дна. Да и народное голосование, мягко говоря, не слишком активное. Популярности «Родники» явно не сыскали. Даже лидеры месяца набирают в среднем лишь несколько сотен лайков. А вот и пока самая популярная песня на сайте набрала чуть больше семи сотен. Заклемят всенародные массы страны НАТО всеобщим позором. Мы Европу, прислуга Альянса, разукрасим цвета триколора. Но ведь это же даже не песня, скажете вы. И будете правы. Видимо, такие мелочи Газманова не интересуют. Надо пилить бюджет. Как и нарушение им же утвержденных правил. Не допускаются к участию в конкурсе работы, пропагандирующие прямо или косверо насилие, войну, экстремизм, национальную или расовую рознь или призывающие к ним. И хотя главный хит родников, как и многие другие композиции, войну прямо пропагандируют, это никого не волнует. Зато Газманов с участниками конкурса записывает бойкие ролики, где всячески демонстрирует верность путинистам, кормящим его. Мы никому не дадим пересмотреть и переписать нашу великую историю. И так будет всегда, потому что Россия великая страна. И все, кто против нас в очередной раз, спустя почти сто лет объединяется, получат так же, как получали и раньше. Ну а что, надо же обеспечивать крышу для простой и наглой схемы распила. Потратить целых 19 миллионов на сайтик и один концерт. А вот так вот вороватость власти мущих убивает не только казну, но и собственные же планы продвигать пропаганду в массы. Потому что на выходе вместо качественных песен низкопробные аматорские поделки.